парни натуралы за какие самые странные вещи вам предъявляли говорят что это по-гейски в детстве отец назвал меня девчонкой потому что я разрезал сэндвич по диагонали настоящие мужики рвут бутеры пополам настоящие мужики проглатывают бутерброд целиком проглатывают это по-гейски когда во мне просыпается дух мужика я просто откусываю кусок коровы а затем жую сырую пшеницу как мужик как-то раз в летнем лагере один чел только что купавшийся в озере сказал мне что по твердости его сосков можно определить насколько вода холодная но не смотри слишком долго сказал он потому что это по-гейски ты же сам не сказал на них посмотреть очевидно же что тебе нужно потрогать его соски как ты еще можешь понять насколько они твердые я как-то раз отверг мерзкую деваху которая пыталась меня клеить она сказала что я видимо переспал с большим количеством парней чем она я сказал ей что мы с ней примерно на равных у обоих по нулям жестко пару раз мне говорили что-то типа если ты не хочешь меня значит ты гей я отвечал это не я гей а ты жирная офигенно работала будь я геем ты была бы для меня идеально ведь ты выглядишь как ебаный мужик менял подгузник своей дочери как-то раз я сказал об этом на работе меня назвали геем нет никого более гейского чем мужчина у которого есть ребенок и женщина о нет получается я гей как я скажу об этом жене она ведь будет в шоке поверь мне она уже знает ты же женился на ней зная что ей нравятся пенисы камон чувак совет который мне дали в школе другие ученики не скрещивай ноги так чтобы одно колено возжилось на другое вместо этого клади лодыжку одной ноги на колено другой когда несешь книги обхвати их рукой и неси сбоку они перед собой только смотри чтобы край книги не съезжал вниз и не касался талии никогда не застегивай верхнюю пуговицу рубашки я свалил с баскетбольной площадки потому что у меня была назначена запись на стрижку оказалось единственный негейский способ постричься это зайти в салон с улицы без записи это какой-то тупой бред я планирую чтобы мне сделали баскат стрижка согласитесь вполне в духе мачо но я не хочу ждать в очереди пока меня примут поэтому заранее записываюсь ты чё сам не можешь побриться в баскат чё за гейство нет самому побриться тоже гейство настоящие мужики вырывают себе волосы так давайте попробую вспомнить все предъявы водить кабриолет пить горячий чай иметь кошку носить свитер готовить убирать стирать принимать душ ежедневно носить сигареты в портсигаре носить шорты носить любую обувь кроме рабочих ботинок принимать душ ежедневно простите что дела обстоят куда хуже на reddit и других форумах полно постов женщин которые спрашивают как убедить своего мужчину чтобы он вытирал свою задницу оказалось многие мужчины считают что прикасаться к заднице чем угодно это по-гейски эх если это по-гейски то я не хочу быть натуралом купить себе белый телефон добавила своего мужа тогда еще парня в свой тарифный план и сама пошла в магазин чтобы обновить оба наших телефона мы оба хотели самсунг нового поколения в магазине он был доступен только фиолетово розовом цвете я пожала плечами и сказала ну и ладно он все равно наденет на него чехол парни работающие в магазине отговаривали меня активно убеждая пойти в другой салон они изо всех сил даже ценой потери своей комиссии от сбыта телефона старались убедить меня не покупать девчачий мобильник моему парню в итоге он в течение трех лет пользовался своим розовым телефоном у меня розовый телефон я просто всегда забираю старый телефон жены когда она обновляется мне вообще пофиг он все равно в чехле я работаю на стройке никто никогда ничего мне за это не говорил а еще я иногда пью кофе из кружки моей жены она розовая с цветочками если цвет вашего телефона единственное что разделяет вас и необузданный гомосексуализм то у меня для вас плохие новости за то что я не изменяю своей девушке удивительно как часто некоторые женщины когда ты им отказываешь реагируют словами ты наверное гей как-то раз одна девушка спросила меня и моего друга не хотим ли мы с ней потанцевать мы ответили нет просто потому что нам не хотелось не танцевать позже тем же вечером моя девушка болтала с ней это было ее знакомой с детства она представила меня ей как своего парня в ответ сказала что сначала подумала что я и мой друг гей ведь мы не захотели с ней танцевать после чего она начала демонстративно называть меня по имени добавляя фразу не гей это чертовски меня бесило и называла дикий кринж каждый раз когда я виделся с ней меня гнобили за то что я умею шить и готовить это важные жизненные навыки мой отец 50-х годах был инструктором по строевой подготовке морской пехоты угадайте кто шил в нашем доме да батя никто не осмеливался назвать его гейм за это моя жена неплохо шьет на швейной машинке но моя мама просто мастер и она настояла чтобы мы с братом тоже научились на ней шить поэтому когда у нее возникают какие-то проблемы она обращается ко мне если я не могу ей помочь мы зовем маму отец тоже неплохо счет но он в основном ремонтирует обувь на своей офигенной машинке зингер для выделки кожи шитье охранительная штука тот кто осуждает тебя за то что ты шьешь просто не пробовал шитье приносит много удовольствия смаковать киску ну понимаешь ли в ней был пиструн спать с кем-то кому нравятся парни не знаю это как-то по-гейски это почти так же по-гейски как дышать одним воздухом с другим парнем что как мы все знаем является непрямым поцелуем то есть это определенно делает тебя геем в сериале сопрано был сюжет на эту тему над пожилым дядюшкой угорали за то что он был гурманом по кискам оказывается в сицилийском обществе лакомиться варениками считается чем-то бабским для меня это абсолютно бессмысленно это не столько про гейство сколько про то что женщина должна быть сабмиссивом а мужчина доминантом и это не только сицилийская особенность это было мужским правилом в течение десятилетий но эти старые времена когда мужчины приносили домой мясо а женщины готовили ужин и понятия насилия в браке не существовало мне сказали что слово предположение делает меня геем этот чел считал что за умные слова делают меня интеллектуалом а в его понимании интеллектуал гей если бы гомосексуальное поведение действительно делала вас умнее этот парень высасывал бы бонусная кью из каждой кожаной флейты что только попадалось бы ему под руку когда мне было лет 10 или около того я отправился в школу взяв с собой зонтик тот был с красным желтым зеленым и синим цветами мой отец единственный кто сказал мне чтобы я никогда больше не носил этот зонт потому что эти цвета слишком похожи на радугу которая символизирует гомосексуализм мне было ебучих 10 лет я был еще очень далек от полового созревания и ничего не понимал я просто не хотел мокнуть под дождем и схватил единственный зонтик который смог найти в тот момент дома теперь когда я вспоминаю про этот случай мне становится любопытно почему тогда у нас вообще был этот зонтик а папа я не парень натурал но во время работы за баром я как-то раз спросила мужчину не хочет ли он взглянуть на меню десертов он ответил если бы я хотел десерт я бы заказал крылышки как настоящий мужчина странный способ пофлексить но да ладно крылышки на десерт когда мне хочется десерта я жую пивную кружку я пытаюсь понять этого мужика но это просто знаете если настоящие мужчины не едят торт или пирожные то я бы не хотел быть одним из них лол за то что я пил через трубочку чтобы вы понимали пил я боба чай чай с шариками очевидно что единственный гетеросексуальный способ употребления чая боба выпить его залпом и заглотнуть все эти шарики за один раз заглотнуть шарики чего я был помолвлен и мои коллеги знали что я помолвлен с женщиной я был на каком-то мероприятии по работе и начал разговаривать с парнем который не скрывал что он гей мы начали болтать о философии и я подумал что он классный парень я просто сказал эй если я когда-нибудь прочитаю книгу икс о которой мы говорили я бы с удовольствием обсудил ее с тобой за чашечкой кофе или типа того но вообще хз может я и не прочту ее в ближайшее время я только что закончил колледж где попить с кем-то кофе ничего не значило ты просто приглашал человека на кофе если хотел о чем-то с ним поговорить а в той ситуации все подумали будто я пригласил парня на свидание в принципе я примерно понимаю на чем основываются их догадки но я просто хотел поговорить о вид генштейне с кем-то кто читал его на случай если я когда-нибудь сам его прочту а он сам подумал что ты пригласил его на свидание нет он почему-то сильно смутился когда я потрогал его за пенис использование поворотников и речь тут идет не про какие-то эфемизмы а я в буквальном смысле слова включать поворотники во время поворота или смены полосы движения оказывается как-то по-гейски значит не нарушать закон это гейство я уверен что человек который был наиболее категоричен в этом вопросе больше никогда не сможет легально водить машину думаю такие челы к тому же считали что садится за руль трезвым это тоже гейство солнцезащитный крем один из моих друзей сказал что солнцезащитный крем это гейская тема в тот момент уровень ультрафиолетового излучения был 11 нет ничего более мужественного чем рак кожи я могу ходить в бары со своими братанами но ходить с ними по ресторанам это гейство так считал один чел с которым я раньше работал я рос 90 и занимался в детстве скейтбордингом все что не нравилось другим пацанам в нашей компании но нравилось тебе было гейским играть за женского персонажа видеоигре атакующие гадюки примечания первая серия пятого сезона черного зеркала давайте будем честными это было очень по-гейски если трахать свои хоуми это гейство то называете меня гомосексуалистом хоуми сексуалистом мой отец сказал мне как-то раз когда мне было восемь радужный щербет для девочек после этого я целых десять лет не ел мороженое со своим любимым вкусом пока не вспомнил об этом случае и не спросил его почему он тогда мне это сказал он ответил а да мне не нравился радужный щербет а мне всегда приходилось доедать остатки которые ты не ел поэтому я хотел чтобы ты брал себе мяту с шоколадом после этого я сразу начал думать о том какие вещи я не специально могу сказать своим детям которые потом оставят шрам на всю их жизнь раньше я таком даже и не задумывался большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напишите парни натуралы за какие самые странные вещи вам предъявляли говорят что это по-гейски и не забудьте посмотреть наши другие выпуски пока а